А вы знаете, что слово «балет» произошло от латинского слова «ballo», которое означает «танцую», и родиной этого вида искусства считается Италия? Но ни один итальянец и представить себе не мог, что в России балет танцуют даже танки! Художественный руководитель балетной группы, командир 9-й танковой ротик, 12-го танкового полка, парня-лейтенант Вадим Холик. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Третий экипаж Т-80У, механик-водитель, сержант Евгений Поляков, наводчик-оператор, ефрейтор Александр Воронин, командир танка, рядовой Александр Кочетков. Четвертый экипаж, механик-водитель, младший сержант Юрий Воронин, наводчик-оператор, ефрейтор Александр Смоляков, командир танка, Руслан Нитегин. Дорогие друзья, ну что ж, давайте поаплодируем нашим литмейстерам, нашим танцорам военнослужащей срочной службы. И на площадке Кыргана Славы появляется уникальный в своем роде МСТА-С, командир батареи, старший лейтенант Сергею Половников, командир орудия, сержант Антар Кайгал Ол, старший наводчик, сержант Михаил Иванов, механик-водитель, прапорчик, Вадим Красненко, танковый балет, сухобутных войск России, Ваши громкие-громкие бурные аплодисменты! Ну что ж, дорогие друзья, и это еще не все. Впереди еще много-много-много интересного. И в небе, на полигоне Малавина, мы увидим уже через несколько мгновений, как дезиндируются гвардейцы подразделения ВДВ. Давайте проводим аплодисментами наших прекрасных танцоров танкового балета. Конечно, конечно, громче-громче аплодисменты и овации! 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа подразделение из 12 человек выбросилось в парад...